В погожий час комбайны спешат на поле. День без дождя сейчас редкость и нужно успевать собрать урожай. В июле сухими были только три дня, а в августе шесть. Но если летняя влага пошла на пользу урожайности, зерна собирают по 25 тонн с гектара, то осенняя сырость уборке лишь мешает. Лето было не очень теплым, но осадка была даже сверх нормы. И благодаря этому у нас урожайность и подросла. Но есть второй нюанс. Затянулось время вегетации, пошла зелень. Ну и вот дошли до того, что мы в заморозке начинаем убирать пшеницу. Такой капризной осени, говорят, аграрии не было с 2002 года. Чтобы успеть собрать урожай до первого снега, приходится покупать и брать в наем комбайны и работать в две смены. Зерно влажное и его много. Сушильные хозяйства едва справляются с нагрузкой. Но и этим заботы аграриев не ограничиваются. Хотели бы, чтобы прогноз-то был хороший, потому что помимо того, что нам надо еще завершить уборку, нам надо еще зясть пахать. Надо успеть в теплые дни нам просортировать семена, подготовить. То есть, как бы работы на селе всегда ее много и скучать не приходится. Некоторые хозяйства уже завершили уборку зерновых и зерновобовых. Однако в целом, по региону обмолочено около 70% хлеба. Овощи же собираются быстрее. Вкус и качество свежего урожая тюменцы смогут оценить уже на днях. К периоду проведения ярмарок, которые на территории области, ну, города Тюмени, прежде всего, у нас запланировано во второй половине октября, по-моему, 18-го числа. К этому времени у нас будет полный набор всех культур для того, чтобы жители областного центра, гости смогли приобрести свежие продукты урожая текущего года. Несмотря на непогоду, урожай 2014 года позволит тюменским аграриям не только сделать хорошие запасы, в том числе и для глубокой переработки, но и реализовать продукцию за пределами области. Анастасия Яковлева, Юрий Гудок, Рафаюпов, информационное агентство Тюменская линия.